В столице края то специалисты по реабилитации детей с ограниченными возможностями. Врачи из Новосибирска, Кемерово и Липецка. Всего 35 спикеров. Собрались, чтобы обменяться опытом и поделиться передовыми наработками. Одна из актуальных тем – гидрореабилитация детей с ДЦП. Это специалисты, которые каждый день работают с детьми. Но понятно, что не хватает нам базы именно в плане подготовки, переподготовки. То есть не хватает именно компетенции на данный момент в этой области. И поэтому мы уже второй год подряд инициируем такое обучение. Обсуждение и мастер-классы по гидрореабилитации, то есть занятиям в воде, специалисты говорят, что такой вид реабилитации очень эффективен. Занятия дети воспринимают как игру. При этом весь комплекс мышц задействован. И все безболезненно. Растяжка, физические упражнения, гидрореабилитация помогает не только укрепить физическое состояние, но и психическое. Решаются вопросы воспитания, коррекции и многофакторный подход, который решает задачи по коррекции речи, психики, поведения, коммуникации. А не только закаливание, не только оздоровление, не только умение держаться на воде. Это колобок. Смотри, где колобочек еще. На животик ложился. Поехали. Там. Молодцы. Гидрореабилитация как направление для детей с ограниченными возможностями сегодня широко распространено во многих регионах России. Но в Алтайском крае находится в зачаточном состоянии. Не хватает специалистов и бассейнов для бесплатных занятий. Однако развивать оздоровительное плавание в крае намерены. Ведь такие занятия, говорят специалисты из других регионов, позволяют за короткие сроки добиться хороших результатов, которые в конечном итоге влияют на социализацию детей-инвалидов. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. День сила.